Компенсировать расходы на зарплату сотрудникам могут предприятия Приморья, организовавшие общественные работы. Получить субсидию на возмещение затрат, связанных с оплатой труда специалистов при трудоустройстве их в рамках общественных и временных работ, смогут индивидуальные предприниматели и организации Приморья любой формы собственности, кроме организации бюджетной сферы. За получением финансовой поддержки им следует обратиться в службу занятости населения. На эти цели в бюджете Приморья предусмотрели почти 40 миллионов рублей. Рабочие места предприятие может организовать как для безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, так и для своих работников и сотрудников других организаций, находящихся в отпуске без сохранения зарплаты в простой режиме неполной занятости или предполагаемых к увольнению. Чтобы получить субсидию на частичную компенсацию заработной платы сотрудников, трудоустроенных в рамках временных или общественных работ, работодателям необходимо внести сведения о своей организации на портал «Работа в России», обратиться в службу занятости населения и заключить договор. Мы предусмотрели возможность компенсации, частичной компенсации заработной платы для тех работодателей, у которых есть сотрудники, находящиеся, например, в простое, в отпуске без сохранения заработной платы. И они решат организовать в своей же организации, например, в гостинице, еще где-то, какие-то общественные работы. Например, это будет, возможно, дополнительная санитарная обработка помещений, благоустройство территории своей. И в связи с этим мы сможем компенсировать, частично компенсировать затраты на заработную плату тех сотрудников, которые они привлекут для участия в этих работах. Это будет более 23 тысяч, из которых 18 тысяч – это будет зарплата работнику. Остальные деньги – это уплата отчислений во внебюджетные фонды. То есть мы практически полностью компенсируем те затраты, которые понесет работодатель в связи с тем, что он будет организовывать деятельность, участие своих сотрудников в общественных работах. Что это позволит? Пока они в простое или в отпуске без сохранения. У них сохранится, да, пусть небольшой, но стабильный доход. Каждый сотрудник может принять участие в таких работах только два месяца. Мы понимаем, что есть уже и те люди, которые пришли к нам, встали на учет по безработице. Естественно, они тоже утратили доход свой. Вот для таких людей мы еще одну меру предусмотрели. Мы увеличили размер материальной поддержки также до 12 130 рублей, то есть до минимального размера оплаты труда. Допустим, человек имел работу до 1 марта. К сожалению, ему пришлось или вынужден был уволиться или по каким-то другим причинам прекратил трудовую деятельность, встал к нам на учет. У него получилось максимальное пособие 14 556 рублей. Мы ему при его согласии предлагаем участие в общественных работах и он, опять же согласившись на участие, получает возможность материальную поддержку дополнительно к пособию еще в размере 12 130 рублей. И плюс еще тот работодатель, который примет его на работу, он, естественно, будет ему выплачивать какую-то заработную плату. То есть это довольно-таки приличный будет доход в течение одного-двух месяцев, когда он будет задействован в общественных работах. Спасибо.